Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пройнку. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время» на волнах радиостанции «Финам-ФМ». Я сразу вам скажу, что в следующем часе, по традиции, мы будем с вами подводить итоги дня. Я выбрал четыре темы. Четыре темы, они все актуальны в той или иной степени. Нет, три темы. Три темы. Мы остановились на трех темах. Значит, первое — поправки в закон об информации, регулирование или цензура. У нас будут Елена Мизулина, Павел Рассудов, Антон Носик по этой теме. Дальше. Значит, Сергей Удальцов решил стать миллионером. Я не шучу. На самом деле, Верховный суд России признал арест оппозиционера незаконным. И Удальцов собирается предъявить соответствующие денежные иски государству российскому по одному миллиону за каждый день, проведенные в неволе. Сергей Удальцов будет нашим с вами собеседником. Дальше. Нет, все-таки четыре темы. Четыре темы. Статью клевета возвращают в Уголовный кодекс. Ну, сразу скажу, что президент Путин против посадок. Он вчера высказал такую мысль. Значит, сегодня в первом чтении, в пятницу 13-го, второе-третье чтение. У нас будет представитель, я надеюсь, что «Единая Россия». Пока они там совещаются, кто будет представлять нынешнюю партию власти. Оппонентом будет Борис Немцов. И четвертая тема. «Синие ведерки не получили госрегистрацию». В чем причина собеседником будет Петр Шкуматов? Как мне представляется, все это очень важно, актуально и касается абсолютного большинства. Вот о большинстве и о тех настроениях, которые у нас наблюдаются в обществе, мы будем говорить в этом часе с гостем, которого я всегда с удовольствием принимаю. Это директор аналитического центра Юрия Левады, Льва Дмитриевича Гудкова. Лев Дмитриевич, вечер добрый. Добрый вечер. «Россия стабильная, Россия протестная. Какие настроения у россиян?» – вот тема, которую я обозначил. Поэтому напомню, наши средства коммуникации. Многоканальный телефон 651099,6, код Москвы495, финам.фм. Соответственно, наш портал в интернете. Туда вы можете слать свои письма, и там же идет прямая веб-трансляция. Пользуйтесь всеми этими средствами коммуникации. И сразу оговорюсь и прошу вас прощения у меня в связи с вот нашими этими кондиционерами в автомобиле, в офисе и так далее, и так далее. У меня французский сегодня пронос, я слегка подпростыл. Но тем не менее программа выходит при любой погоде и при любом состоянии здоровья. Лев Дмитриевич, ну какие у нас настроения? Вот мы такие бурлили, бурлили, да. Сейчас со стороны. Кажется, что все успокоились. Ну, лето, отпускной период, немножко успокаивается действительно. Ну, тем не менее, рост протестных настроений, он идет, хотя, в общем, волнообразно таким образом. Это раз, и я думаю, что, как и многие наблюдатели, аналитики, я думаю, что к осени мы получим новое усиление протестных настроений, когда люди вернутся из отпуска, немножко придут в себя. Осень, начинается погодная депрессия, а тут придут счета новые. И с новой силой люди осознают некоторый тупик своих возможностей, тупик развития страны. А по вашему мнению, вот такое тупиковое восприятие ситуации, оно характеризует большинство жительства? Нет, вообще говоря, ну, после вот митингов, протеста, демонстрации протеста, всего этого полугода, мне кажется, уже нельзя говорить о стране как о чем-то целом. Она явно разделилась, и здесь выделилась более продвинутая, более модернизированная часть населения, которая, вообще говоря, хочет жить как на Западе. Это много, на самом деле, потому что это более образованная, более успешная часть населения. Это примерно, как минимум, 20%. А вообще говоря, шлейф, вот их настроение, их представление, он по некоторым позициям, он гораздо шире, и так вот, от 25 до 35% вот эту вот возмущенную часть общества можно оценивать. И недовольство этой части общества, оно связано не с экономическими проблемами, поскольку это люди благополучные, в целом, они добились многого в жизни, вася к лучшему, за 15 лет их благосостояние существенно выросло. Вот, поэтому их не столько волнует непосредственно проблема физического выживания или благополучия, сколько отсутствует перспектив. на будущее. Вот они ясно понимают, что при нынешнем режиме, нынешнем политическом режиме, у них нет будущего. Это такой достаточно жесткий вывод. Да, это жесткий вывод. Действительно, если еще там год назад можно было как-то сомневаться, была коннектор, турбулентность настроения, неопределенность, если помните, мы говорили с вами об эмиграции, вот этой вот, такой неопределенности, куда деваться, вот, то сегодня эта часть российского общества поняла, что уезжать могут не все, не все устроиться там, запад не резиновый, и надо менять жизнь здесь, там, где живут. это, это, в общем, после рокировки, после выборов со всеми скандалами, и после митингов, и в особенности после усиления репрессивных политики власти эти настроения усиливаются. То есть, происходит все более сильный раскол между вот этой частью и остальной страной. основная часть страны примерно 40-45 процентов это люди, которые тоже, в общем, недовольны ситуацией в стране, но они недовольны по-другому. Они недовольны, прежде всего, тем, что государство сбрасывает социальные обязательства, оно не выполняет тот, как бы, негласный договор, на котором был построен вот весь путиновский период правления. То есть, постепенный рост доходов и улучшение социальной, социальной, качество социальной политики, то есть, ну, обеспечение гарантий. То есть, механизм стал пробуксовывать. Он стал пробуксовывать очень сильно, потому что кризис 2008 года, 2008-2009 года, он показал, что власти, в первую очередь, решают свои проблемы самосохранения режима за счет населения. И вклады, инвестиции в социальную сферу, прежде всего, в медицину, в образование, в инфраструктуру, они сокращаются, и люди это чувствуют, несмотря на все разговоры там об индексации, о увеличении пенсии, пособия, реальные, это происходит так. Вроде бы денег прибавилось, а вот незаметная инфляция и рост тарифов сжирает это все, и люди в недоумении, как тут жить, потому что у них, у этой части населения ресурсов нет. то есть у них нет политических претензий, у них нет политических и социально-экономических, да? У них политические предпочтения и ориентации скорее консервативные. Это прежде всего индустриальная часть России, с очень отсталой инфраструктурой, технологиями, это наши прежде всего машиностроения и старые отрасли, которые еще в советское время сложились и в большей степени связаны с военно-промышленным комплексом. Вся идеология этого. Но это устаревшее оборудование, устаревшая технология, это малоконкурентная промышленность, соответственно, низкие доходы. И эти люди понимают, что сами по себе они не могут выбраться из вот этой ситуации кризиса. они слишком уязвимы и надеются на власть, которая поддержит эти отрасли промышленности, ну, как Путин обещал поддержать Тольятти или авиационную промышленность, или Урал-вагон-загон, или Урал-загон, да, вот этот самый танковый комплекс. Вот, тем более, что нынешнее руководство, оно провозгласило действительно курсы на технической, на большие инвестиции в этот комплекс, поддержку этих отраслей, поскольку они считаются тратически значимыми, и за счет надежды на сохранение вот больших нефтяных доходов, здесь будет перераспределение средств, государственных средств, и поддержка тем самым геополитикой, тех отраслей экономики, которые, ну, значимы с точки зрения геополитики, сохранения статуса супердержавы. Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, здесь и сейчас в реальном времени, продолжим после краткого выпуска новостей. Мы продолжаем наше реальное время, здесь и сейчас у нас Лев Дмитриевич Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, говорим о настроениях, вы можете, конечно, участвовать в нашем разговоре, абсолютно все средства коммуникации, задействованы телефон многоканальный, наш портал в интернете, наш портал информационный финам.инфо, участвуйте в разговоре. Лев Дмитриевич, ну, мне вот представлялось, что на самом деле вот эта консервативная часть, индустриальная часть, как вы ее называли, господин президент еще ее называет рабочая аристократия, просто помню его мем, да, как говорят в Рунете, это его электоральная база, и они тоже в нем разочаровываются? Это его электоральная база, пока они держатся и поддерживают его, хотя это не полная поддержка, а условная скорее. Она вся основана на иллюзиях и надеждах, что Путин все-таки будет выполнять хотя бы в какой-то части вот эти социальные обязательства. Но, в принципе, это действительно такая резервация социализма, ну, сюда надо добавить не только собственно вот индустриальную Россию, но еще и весь государственный сектор, бюджетников, которые ну, все группы, которые зависят тем или иным образом от власти. Силовые структуры, пенсионеров в очень большой степени, хотя среди пенсионеров все больше и больше накапливается недовольство нынешней властью и тем самым сохраняется, по крайней мере, сохраняется поддержка коммунистов. Здесь идет тоже некоторая дифференциация, но так или иначе эти группы связаны с властью, зависимы от власти, поэтому ну, не только принудительным образом, но и идейно, потому что они против приватизации, они за национализацию экономики, не за возвращение к регулированию цен, это, в общем, антирыночная среда. Это, кстати, меня очень сильно настораживает, вы знаете, аудитория Финал МФМ очень качественная аудитория, да, и тем не менее я слышу реплики от отдельных слушателей, да, это, безусловно, не социологические исследования, это вот молниеносная реакция интерактива, одни говорят, вот хорошо бы, чтобы дедушка Сталин, да, был, особенно вот после событий трагедии на Кубани, да, многие как-то стали говорить об этом, другие мне в эфире говорят, я, правда, жестко пресекаю, надо браться там чуть ли не за оружие, да, там на вилы, там власть эту и так далее. Дмитрий Дмитриевич, я хочу вот понять, а вот такие экстремистские-то взгляды, они распространены, и если да, то насколько они сильно представлены в обществе? Нет, они не очень распространены, они заметны просто, поскольку они, ну, громкие, громкие, да, и яркие по тонну, но на самом деле общество, никакая часть общества, я бы так сказал, не более продвинутая, не более консервативная, не хочет радикальных перемен, и не готова к ним, и не хочет ни резких таких движений, боится этого. Опять-таки, я вот простите, то, что перебиваю, а что значит тут радикальные перемены, вот в понимании основной массы населения, это что? Это вот уход нынешнего президента или нечто другое? Нет, нет, это резкие изменения социального порядка, сопровождаемые репрессиями, прежде всего, какими-то жесткими действиями, по затыканию ртов одним, в общем, в любом смысле насилия над обществом. Вообще говоря, люди хотят без вне зависимости от своих идеологических предпочтений или взглядов, они хотели бы мирного, упорядоченного процесса изменений. Вообще говоря, в обществе очень большие сомнения по поводу легитимности третьего срока. Судя по вопросам, примерно 50 на 50 одни считают третий срок Путина законом, другие незаконным. 50 процентов это очень большой процент. Вот он, водораздел, да? Водораздел очень сильный и я бы говорил о медленном, но необратимом процессе утраты доверия к власти. Снижение популярности, снижение доверия. И это идет с разной интенсивностью. в разных социальных средах. Даже вот в среде этой индустриальной России, потому что там точно так же людям не нравится, что власть врет, что она абсолютно безответственная. И во всех проблемах она пытается скинуть, как мы это видели вот в Крымске, на кого-нибудь, на чужие силы, на пришельцев откуда-то. Короче, полностью выйти из-под контроля и не отвечать ни за что. Всем командовать, но ни за что не отвечать. И это люди понимают, и это им не нравится. Другое дело, что в силу как бы картины мира, которая у них в головах, они по-разному реагируют и разные видят выходы исправлю. Большая часть в соответствии с нашим советским опытом требуют жестких мер. Коррупцию можно решить только сажая всех чиновников или там... А если еще лучше публично расстрелять? Публично расстрелять, повесить за ноги и так далее, и так далее. Это вот соблазн простых решений, он, конечно, больше характерен для периферии. Но и там это в общем далеко не доминирующее настроение. А скорее это все-таки желание мирным, спокойным путем через нормальные честные выборы, через выражение общественного мнения, в этом смысле через демонстрации протеста, митинги, требовать от власти выполнения того, что хочет население, а не то, что считает сама власть необходима. Потому что власть всегда заботится в первую очередь о себе, единственное любимое. Знаете, я вчера написал у себя в LiveJournal в своем блоге о том, что я искренне об этом написал, я еще надеюсь на разум президента Путина, искренне в этом убежден, может быть, я романтик, может быть, я заблуждаюсь, а вот сегодня пришла новость, которая меня, я почему заговорил об этом, вот вы сказали про честные выборы, да, она пришла из Рязани, местный губернатор подал в отставку досрочно, господин Ковалев его зовут, господин Путин принял эту отставку и тут же подписал следующий указ о назначении этого же человека, господин Ковалев, исполняющим обязанности губернатора. И всем, в общем-то, понятно, я сегодня в течение дня со мной общался, политологами, политиками, понятно, что Ковалев идет на выборы, понятно даже то, что у коммунистов могут быть очень большие проблемы, казалось бы, да, ну, это вторая по популярности партия, и, понимаете, я вот тоже начинаю задумываться, а может ли быть честность вообще во всем этом? Нет, не может быть, ее и не было никогда, мы, по-моему, тоже говорили с вами, что определенный процент фальсификации, он всегда присутствовал, и фальсификации нужны власти, не, ну, помимо просто практического результата она хочет выиграть, но еще и для демонстрации собственной силы, это вот чрезвычайно важно, символическое значение. А важно для кого? Для власти или для людей? Для людей, в первую очередь, да, чтобы показать им, не рыпайтесь, рот закройте, рот закройте, потому что все равно будет по-нашему, это очень важная такая демонстративная, демонстративное насилие, и оно работает, потому что большая часть людей, хотя и знает, что выборы нечестные, там, с использованием административного ресурса, не, не, не равноценны в том, что разные партии, разные кандидаты имеют разные возможности, на президентских выборах Путин имел примерно 75 процентов эфирного времени, все остальные столько, вот, поэтому это более-менее понятно, но в то же время то, что сдерживает людей, это такое сковывающее сознание, сделать ничего нельзя, плетью об ухо не перешибешь, уж вышел бы, они растут, и так далее, вот это тоже у нас описано очень хорошо в литературе. Нет, это понятная тактика приспособления к самодержавному режиму, к самодержавной власти, вне зависимости от формы правления, типа политической системы, сохраняется вот эта вот невозможность что-то сделать, и поэтому у людей появляется ощущение, ну, раз делать ничего нельзя, то меня это не интересует, 80 с лишним процентов говорят, что они не в состоянии повлиять на решение. 80 с лишним процентов россиян считают, что они не могут повлиять на решение власти, поэтому они говорят, что политика их в общем-то не интересует, что от политики тошнит их и так далее, что разговоры о политике. А власть убеждает людей в этом? Да, именно так. А это вот очень важная демонстрация силы и такой наглой в некотором смысле продавливания того, что они считают нужным, несмотря на всю критику, на все передергивания, все подтасовки. Это очень важный эффект психологический. Он, конечно, вгоняет людей в депрессию такую. С другой стороны, ну, собственно, апатия это и есть форма, как говорила Ханна Арендт, мне очень нравится по другому поводу, она говорила в книжке «Процесс в Иерусалиме» о том, что в тоталитарных режимах или авторитарных режимах покорность населения равносильна их поддержке. Это четкая формулировка. Да, мне очень нравится это просто чеканная такая вещь. Вот, поэтому поддержание вот такого состояния апатии, оно искусственное, это совсем не ментальность, это хорошо наученная равнодушие или беспомощность. Но а ломать придется через хребет, что называется? Вот люди не хотят, не хотят, не хотят насильственных действий, они, а по-другому пока они сейчас не очень понимают. И проблема, вот если говорить, с чего мы начали, с митингов, протеста, проблема не во власти, на мой взгляд, проблема в обществе и в оппозиции. Потому что совершенно очевидна слабость организации оппозиционного. Она сильно моральная своей стороны, вот неприятием, вранья, такого демонстративного насилия. Но вот прошло полгода и мы видим, что почти полное отсутствие каких-то организационных форм. Поговорим об этом, это очень важная принципиальная тема сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута это Финам.фм Реальное время. Меня зовут Юрий Пронько и в гостях у нас сегодня на мои ваши вопросы отвечает Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Ваши звонки на 6510996 код Москвы 495. Ваши письма на наш сайт в интернете финам.фм там же идет и прямая веб-трансляция. Лев Дмитриевич, вот вы очень интересный и принципиально важный момент зацепили, да, по поводу это я сформулирую жестко. Определенные интеллектуальные импотенции. Смотрите, вот интересный момент. Я тут общался на днях, как это говорят, с людьми из коридоров власти, да, такие инкогнито, они не ходят на эфиры вообще. Это бесполезно их приглашать. Они занимаются, вы понимаете, о ком идет речь. Так вот, один из них мне сказал, слушай, а с кем вообще, вот ты требуешь в своих эфирах, да, чтобы власть и в частности господин президент услышал это протестное настроение, услышал это мнение и было сказано, а с кем общаться-то? С кем? Ты нам скажи, кто они, кто им дал полномочия говорить в том числе о той же Болотной, не вот, было даже так сказано, самозванце, самозванце, да, которые себя назвали лидерами оппозиции. И я так понимаю, что эти настроения действительно есть, в власти. Ну, конечно, есть. Но давайте попробуем разобрать вот эту позицию. Что за этим стоит? Власть рассматривает себя как хозяина невыбранного, не... Хозяина страны. Как хозяина страны, владельца всего того, что есть. Не на невыбранного, а узурпировавшего власть. Совершенно неинтересно, как пришли эти люди во власть. Как правило, они вообще говоря назначены во власти. Власть сама кооптирует, подбирает себе власть. Вот, собственно, механизм. А с помощью выборов лишь получает одобрям со стороны большинства. Это не выборы, у нас нет конкурентных выборов. Поэтому это совершенно другая конструкция власти, другая идеология, другое самопонимание людей во власти. очень архаическое в сущности в сравнении с западными демократиями, где власть это чиновники, выбранные на определенный срок для решения тех проблем, тех задач, которые общество считает актуальными. Да, по истечении срока ты еще должен доказать, что ты достоин дальше продолжать. Ты должен, во-первых, доказать свою компетентность дееспособность обсуждать эти проблемы в предвыборной борьбе, в распределении бюджетных средств и доказать эффективность тех инструментов, которые собственно определяют партийную политику, партийное правительство. Это чрезвычайно важная идея, которая у нас вообще говоря отсутствует в головах в том числе и среди оппозиции. Мне даже сказал, она девальвируется с каждым днем. Я вчера увидел выступление господина Жириновского. Я даже не знаю, как это назвать, Леонид Иванович. Вот этот ор, а царь бы его повесил? Мне хочется спросить, вообще мы в каком веке, в какой стране и что это вообще? Жириновский, я думаю, что один из самых умных наших политиков. Абсолютно аморальный в этом смысле, абсолютно циничный. Но свои 10% будет иметь всегда. Именно. Но он работает именно на вот эту публику, которая не очень компетентна, руководствуется простыми решениями. Он привлекает к себе недовольных, в том числе и нынешней властью, и делает управляемую эту публику для Кремля. А потом голосует в Думе практически один к одному, как небезызвестная партия. на самом деле все оппозиционные партии, они именно в этом и заключается их роль. Они имитируют конкуренцию, демократию и прочее. Но все-таки вот к вопросу о том, а собственно с кем господину Путину вести переговоры? Вообще говоря, с обществом совершенно не важно, кто будет именно представитель. потому что требования на митингах, на демонстрациях, в общественном мнении, они достаточно выражены. Они в интернете есть. Можно создать при желании, если не упираться, при желании круглый стол, публичные дискуссии. И я уверен, что появятся такого рода лидеры. Лучше, хуже, но то, что общество требует, и это действительно, я говорю сейчас уже без всякой метафоры, это больше половины населения, считало, что Путин должен вступить в переговоры с представителями, не с лидерами, а именно представителями оппозиционных сил, демонстрации. И начать диалог, собственно, потому что за оппозицию реальные проблемы, реальные недовольства. Путин же выбирает путь Лукашенко. Собственно, вот тактика ничего не признавать, жестко отвечать на все недовольства, стараться чисто чекистки, выдергивать организаторов, сажать их и тем самым дезориентировать все протестное настроение и тем самым надеяться погасить, не погасить, а не стерилизовать недовольство. Погасить невозможно. Я думаю, что это очень опасная и ошибочная тактика. она говорит очень интеллектуальная очень сильная ограниченность и просто и загоняет общество в общем втуки более жестких решений, больше конфронтации. я думаю, что очень не хотелось бы, чтобы пришел новый кризис. Все в общем говорят о его очень высокой вероятности. В случае наступления кризиса кризис ударит не по первой вот этой части российского общества, более продвинутой, гибкой, компетентной, обладающей ресурсами реагирования, а именно по основной массе. Сделают их беднее и в общем более несчастными, чем они сейчас. Потому что еще раз говорю, эти люди живут от зарплаты до зарплаты. У них накопления нет. И им всерьез грозит снижение жизненного уровня. Их просто снесет. Ну, не снесет, а поставит, ударит очень тяжело по ним. А средств выражения их интересов собственно становится все меньше и меньше. Вот мне очень понравилась одна статья Петра Безякова, одного из руководителей или представителей Центра исследования трудовых ресурсов, который показал, что вообще говоря, новые законы, которые вот сейчас спешно приняты о митингах, они будут бить не по московской оппозиции, а по рабочим. Потому что в провинции вот эта вот варварская и нерегулированность, отсутствие средств регулирования трудовых конфликтов очень часто привык к тому, что рабочие возмущенные, задержкой зарплаты, снижением тарифов, в общем, полной такой беззащитности и дискриминации со стороны работодателей, они прекращают работу и толпой идут к заводу управления снять отношения. Все, понимаете, им уже сейчас начались, им начали угрожать, а кое-где попытались даже припаять вот эти вот неорганизованные митинги и огромные штрафы. Те маленькие профсоюзы, которые там существуют, они не выдержат этих жестких мер. Ну это то, о чем мы с вами в самом начале говорили, закройте арты и не рыбайтесь. Заткнуть, но вы понимаете, что когда котел не имеет клапанов и затыкает, он начинает разогреваться, и это никому не нужно. Нет общества без конфликтов, но продвинутые и развитые общества, они научились регулировать их и управлять, решать их, вовремя диагностируя, находя разные формы, переговорные, компромиссы, торговли, ну масса всяких таких способов. Наше руководство пытается загнать это все в жесткий, закрыть все возможности, клапаны и какое-то время делать вид, что все тихо и все в порядке. Сегодняшний день это яркое подтверждение, я имею ввиду поправки к закону об информации. Я их спрашиваю, я с ними разговариваю, я вижу в глазах тоже определенную искренность, да, мы боремся против детской порнографии, да, мы там боремся против всех мерзостей, гадостей, да, я их спрашиваю, ребят, ну а почему тогда другая часть страны, да, вот кроме вашей небольшой группы, по-моему у них волшебная теперь цифра, 238 в Государственной Думе, да, 238, без Жириновского, кстати, они лупят закон любой, могут протащить его. я говорю, ну а другие, что, сошли с ума, ну это коллективное помешательство, не слышат. Нет, не слышат, а вообще говоря, воспринимается вот такая тактика, как проявление слабости. Это глупость. Это и глупость, конечно, это попытка, ну почти 60%, от 56% до 60% опрошенных говорят, что вот эти поспешные законы, это попытка заткнуть оппозиции рот и это не признак силы, это признак слабости, некомпетентности и действительно глупости. Вот так у нас в вопросах не говорят, но это можно сделать уже легко вывод, что это слабость, это слабость и очень неловкая самозащита коррумпированной власти, которая боится потерять ее. И это действительно на самом деле это прежде всего дискредитирует саму власть, потому что люди, если установить цензуру, то люди все равно интерпретируют каким-то образом действия эти, предлагая свои трактовки. А трактовки эти будут понятно исходить. Раз власть действует цинично, и мотивация ее действий тоже будет цинично. Потому что других моделей интерпретации нет. То есть на адекватность, на разум не стоит даже и обольщаться? Ну, хорошо, я с другой стороны разверну вопрос, но механизм самосохранения ведь у них должен сработать в какой-то момент. Вот я думаю, что нет. Вот это вот то, что вы рассказали, с кем разговаривать, вот это вот высокомерие, это прежде всего политическая тупость, это политический идиотизм. Оно чрезвычайно опасно, потому что властный человек, политик, так может барин вести себя. Ну, и вы знаете, с чем это кончилось. А государственный деятель должен видеть, все-таки провешивать некоторый курс политики на десятилетие, видеть, как пойдет дела, видеть, какие интересы разных групп включены в этом. С этим связан успех его в общем политики. Даже если он, скажем, сходит из каких-то идейных соображений, то он должен учитывать других. Здесь мы видим резкое падение компетентности, какой-то ожесточенной слепота нарастающая. Это будет... А вы объясняете это именно глупостью и ничем иным? Нет. Какую-то логическую цепочку для себя выстраивают. Это социальный механизм подбора людей. Если по принципу только лояльности, а не компетентности, а не конкурентности, то власть подбирает себе удобных людей, удобных исполнителей и тем самым снижает качество управления. Поэтому это естественно такой продукт. Я не специалист в управлении, но все говорят о снижении эффективности управления, снижении качества, нарастании непреднамеренных, непредусмотренных последствий своих решений. Отсюда снижается интеллектуальный уровень. Действительно мы видим это. Отсюда такие глупые ходы, как вранье, прежде всего. Ложь. Да, ложь. Кажется, что вот сейчас отбился от всех упреков и будет хорошо, как мы это видим. А поскольку ситуация повторяется, катастроф на Саяно-Шушенске, катастроф в Крымске, год назад Булгария. Булгария. И люди, не надо их считать за дураками. Это в общем тесном обычном там выбывательском кругу это все перемалывается и осмысляется. И отношение к власти падает. Я думаю, что не сейчас, но к следующему избирательному циклу странно, конечно, будет немножко другой. Лев Гудков, директор Левада-центра, здесь и сейчас, в реальном времени продолжим после выпуска новостей. Традиционно в последней четверти этого часа мы с вами общаемся, уважаемые слушатели, поэтому напоминаю средства связи. Многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495, финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем. Здесь у нас в реальном времени Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левада. Говорим о ваших настроениях, о ваших ощущениях. Спортите с нами, соглашайтесь или не соглашайтесь. Лев Дмитриевич, ну, прежде чем мы начнем общаться со службами, я хочу все-таки задать этот сакраментальный вопрос. Нас что ждет-то? Нас ждет хаос, я не знаю. Нет, хаоса не будет, ну, по крайней мере, в обозримое время так не видно. И нет желания, вот, еще раз говорю, революции никто не хочет. Хотя усиливается усиливается вот это вот не, еще раз, то, с чего говорил, усиливается неприятие нынешнего режима. И чем больше власти, кремлевские власти отказываются вступать в диалог, отвергая проекты реформ, вполне умеренных своим политическим или имитируя их. Ну, все-таки вот программа 2020, которая подготовлена там, МАО и целым кругом, она вполне разумная. и можно было бы обсуждать и привлекать людей, готовых к реализации. Это вот когда мы говорим, что не с кем говорить. Вот это самое рафинированное из всех аналитических продуктов, которые были подготовлены. Точно не революционеры. Наградили разработчиков орденами и вложили под сукно. Вот, понимаете, соответственно выходят тогда в качестве лидеров фигуры Навального или Удальцова гораздо более радикальные и мне кажется менее конструктивными. И многих людей, которые следят за тем, что происходит в стране, конечно, подкупает искренность и какая-то честность этих людей, но отталкивает и национализм некоторый такой Навального либо левый радикализм Удальцова. Явно совершенно, что вот эта более продвинутая часть не пойдет ни за одним, ни за другим. Но, тем не менее, их известность по мере усиления репрессий она растет. Ну, вот, просто данный июньского опроса знаете ли вы, кто такой Алексей Навальный? Год назад, в апреле, знал только 6%, сегодня 34%. В разы? В разы? Ну, почти в 6 раз, да. А считаете ли вы, соответствует ли действительность информации, которую предоставляет Навальный? Там 66% говорят, что, скорее всего, да. 66? 66%. Но это очень хороший процент для Навального. Я бы сказал, что волна его бежит впереди него и уже не связывается с его именем. И чем сильнее будут давить Навального и пытаться осудить его, тем сильнее вот эта вот волна, обратная волна дискредитации властей, она будет распространяться уже вне зависимости от самого Навального. Ну, то есть власть рубит сама с окна, которым... Ну, в некотором смысле обрубает себе возможность отступления. Причем, еще раз говорю, что это же и начинает проецироваться на самого Путина. Мы задали вот в июне вопрос, а справедливы ли те обвинения в злоупотреблениях, там, в экономических преступлениях, о которых пишут некоторые СМИ, интернет и прочее, прочее. Только 11% сказали, что этого не может быть. 16% сказали, что точно, совершенно, да, об этом все говорят и прочее. А 25-26% я точно не помню. Сказали, ну, скорее всего, что это так, потому что, ну, все чиновники воруют, все чиновники злоупотребляют, поскольку их власть ничем не ограничена и никто не контролирует. Другой опрос примерно, ну, а там еще кто-то не знал и прочее. Ну, важно, что растет вот эта часть, которая вполне готова поверить в коррумпированность Путина, в криминальность и прочее. И растет ощущение, что Путин специально подбирает себе удобных людей, невзирая, компетентны они или нет, замешаны они в каких-то нечистых делах или нет. Важно, что они удобные и управляемые, что они нужны. Это главный приоритет, да. И, соответственно, почему я говорю о процессе долегитимации власти. Вот это вот вместе с ощущением продажности или нечестности, несправедливости суда не отдельные уже сегменты выглядят как бы зараженными и гнилыми. но и вся система она оказывается в глазах очень большой части людей. Вот это подвержено разложению гниению. Это вещь, которая не сейчас, может быть, это не сработает в ближайший год-два, но если опять еще наступит кризис, а кризис очень быстрый ускоритель всех процессов, такой учитель, от которого не сможешь убежать, к сожалению. Лев Гудков, директор Левада-центра здесь в реальном времени, 65 10 99 6, финам.фм, наши средства связи, вы в эфире, как вас зовут, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, но на вашей радиостанции я же не раз слышал некие надежды на рост протестного движения из-за обнищения населения, там, роста тарифов и так далее. Вот насколько вообще правильно опираться на вот такой рост, ведь власть, она легко может это преодолеть, раздать подачки, там, ведет прогрессивные налоги и за счет богатых там, ну, разделит и поделит, да, и если уж надеется на достижение каких-то политических результатов за счет недовольства экономической политикой, может быть, все-таки какие-то дополнительные требования привлекательные для этой части населения выдвинуть, чтобы достичь своих результатов. Спасибо. Спасибо вам. Ну, я не думаю, я вообще не сторонник экономического детерминизма и не верю, что вот экономические проблемы, они немедленно реализуются в каких-то политических взглядах, требованиях и прочее. Скорее, экономическая неудовлетворенность, экономические проблемы, спад жизненного уровня, он может заставить людей задумываться, усилив напряжение и как-то осознать эту ситуацию и может быть, хотя в этом я совсем не уверен, ну, повысить степени собственной ответственности и участия, потому что только это приведет к изменению. В противном случае, даже без раздачи подачек, просто через обещания, власть может легко понизить градус социального недовольства и напряжения, как она это делала на каждых выборах. Вот, поэтому не в этом дело, мне кажется, дело в состоянии самого общества и к сожалению очень медленном зарослении его. Добрый вечер, в эфире. Так, нет, тогда Алексей пишет, россияне в своей стране стали людьми третьего сорта. Такое хлюсткое, жесткое письмо. Простые рядовые люди давно бесправны и выживают без веры в будущее. Интернет изобилует формами с темами, как уехать из России. Повторюсь, точка возврата пройдена. Жду революцию. Вот Алексей из Вологодской области. Ну, во-первых, я бы не сказал, что когда-то люди жили хорошо или имели какие-то права. Я бы сказал, что, к сожалению, в этом у нас не богато. Не богато, хотя, но все-таки немножко лучше становится. Все-таки чуть-чуть лучше. Но сравните советское время и нынешнее время при всех его недостатках, ну, пространство возможностей, в том числе и защиты собственных прав. Я уже не говорю об уровне жизни, оно все-таки меняется в лучшую сторону. И потом, Валерий Викторович, мне кажется, надо закончить все эти разговоры про эволюцию. Ну, хватит. Лучше вот заняться делом, вот как вы говорите, степень личной ответственности должна повышаться. И степень самоорганизованности, конечно. Тогда власти придется это учитывать. Именно. И без вот этих, знаете, лозунгов и хождений со знаменами. В эфире. Потом, я думаю, что вообще говоря, революция, это все-таки понятие из 19 века. И романтическое. И романтическое. Участие населения. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Петр, Москва. Вот у меня такой вопрос. Вот сейчас вот был приняты изменения в административный кодекс по поводу неправильных парковок, штрафы до баснословных цифр подняли. Вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, они не задумываются вообще, вот такая формула, а вот что народ скажет, а что народ подумает. Все-таки 4,5 миллиона автолюбителей только в Москве. И практически докопаться сейчас можно до каждого. я бы сказал, что в Москве... Я бы добавил к этому вопросу. Они вообще думают, нет, когда принимают эти решения? Нет, конечно, не думают. Они уверены в том, что все пройдет. С уверенностью. Они уверены, да. Ну, либо все пройдет, как они ждут, либо все будет как всегда. С бардаком, с подкупом и с таким безобразием. А потом еще, знаете, как обвинить? Вот вы хотели, но вот получите. Ну, потом вы же понимаете, что это не решает проблемы. Это все равно, как зеленкой опухоль лечить. Если в городе не строились ни дороги, ни развязки, 40 лет, по крайней мере, после Хрущева практически не было такого дорожного строительства, то, ну, будете выштрафовать людей, слава богу, хоть не применяют сейчас штрафы за парковку во дворах. А куда девать людям машинные? Да. Это не решение, это симуляция управленческой деятельности, которая вызывает, и это стиль такой, вызывает раздражение все больше и больше. Ужас какой-то. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, я вашему подеседнику. Это Павел. Очень коротко. 20 секунд. Не разделяю ваш специфизм относительно революционных настроений и относительно того, что революция может быть какой-то жесткой, радикальной, и так далее. Вспомните, 2004 год в Украине, где не было ни одного случая, когда полмиллиона человек на Майдане стояло, да, чтобы были какие-то проблемы, какие-то столкновения и так далее. Это первое. А второй момент, самоорганизация хорошо, но покажите мне хотя бы один независимый про Союз, скажите мне хотя бы одно реально независимое издание, вокруг которого могли бы там группироваться и так далее. То есть, вы знаете, я очень сомневаюсь в том, что вот такой эволюционный путь возможен. Простите, Павел, простите, пожалуйста, просто наше время заканчивается, я хочу, чтобы, Леонид Ильич, коротко вы прокомментируете это. Я думаю, что как раз единственное возможное, это медленное накопление некоторых изменений. И в силу состояния общества, его готовности к изменениям, и сам характер организации власти не дает возможности говорить о быстрых изменениях. Накопление будет идти очень медленно, но они идут. Главное, чтобы котел не взорвался. Главное, чтобы котел не взорвался, да, а это уже зависит от двух сторон, вообще говоря. Спасибо огромное, Лев Гудков, директор Левада-центра, был в реальном времени на Финамо ФМ. Редактор субтитров, Корректор А. Продолжение следует...